богиня дурга это эманация богини лакшми которую она проявила для того чтобы уничтожить одного из демонов то же самое кришна это аватар нарайаны нарисимха аватар нарайаны даже будда шаке муни который пришел в наш мир как и дал учение известное как буддизм это тоже аватар шри нарайаны просто он дал учение которое ну скажем так необходимо для некоторых душ находящийся у нас на планете это один из эффектов также хочу сказать что при правильном начитании мантры мы сможем мантру начитывать везде то есть не существует мест или пространств в которых мы не сможем начитывать мантру мантру можно начитывать в метро мантру можно начитывать в автобусе во время ходьбы мантру можно начитывать даже во время еды при этом у нас мантра она как бы погружается внутри нас самих и мантра уже начинает начитываться на уровне тонкого ума, и наш язык даже, по сути, будет уже не задействован. Лучшим стилем или способом начитывания мантры является, конечно же, мысленное чтение мантры. Но начинать, конечно же, нужно с грубого начитывания мантры, то есть мы сидим у себя в квартире, и нужно, конечно же, стараться читать хотя бы чуть-чуть, хотя бы какое-то время, месяц или два мантру вслух. Не обязательно её читать громко, допустим, в полсилы, это приблизительно вот так вот, Вот таким вот образом, начитывая мантру на чётках, мы привыкаем, приучиваем свой ум для того, чтобы он адаптировался для чтения мантры. Точно так же начитываются и все остальные. Впоследствии мы мантру начинаем читать уже шёпотом, а потом уже переходим на уровень чтения мысленного. В целом, если кто пожелает, можно даже тренироваться читать мантру мысленно. Но всегда рекомендуется читать всё-таки мантру, начинать с мантры, которая читается вслух. Важное замечание и важная рекомендация. И впоследствии, что бы мы ни делали, мы сможем, одновременно начитывая мантру, выполнять какую-то другую работу. Допустим, готовить еду. Мантру можно читать всегда и везде. Даже рекомендуется не терять время, и мантра должна начитываться, даже находясь в туалете. Когда мы исполняем свои обязанности относительно физического тела, находясь в санузле, даже в это время мы должны продолжать читать мантру. Мантра читается в душе, мантра читается при любых жизненных обстоятельствах, во время занятий спортом, во время работы и так далее. Конечно, первое время будут, возможно, какие-то трудности, но впоследствии ум привыкает, тело привыкает, и, собственно, проблем уже никаких не будет. Далее читаем. Любой человек, который произнесёт эту мантру, состоящую из 16 имён слов, 3,5 крора или 35 миллионов раз, снимает с себя грех убийства Брахмана. Обратите внимание, грех убийства человека, это считается одним из самых худших грехов. Но самым тяжёлым грехом является убийство Брахмана, или же в наших терминах убийство священника. То есть считается, что убийство священника — это более худший грех, чем убийство какого-то человека. Но это не значит, что мы таким образом можем оправдать причинение вреда другому человеку. Ни в коем случае. То есть и то, и то убийство, и за то, и за то убийство душа чаще всего падает в нижние миры, то есть в ад. Тем не менее, из этих двух совершённых преступлений убийство священника является худшим деянием. Кстати, вспоминаем, да, во время Советского Союза или появления Советского Союза, сколько было уничтожено священников, сколько их сослали, сколько их умертвили в Сибири. Это всё тоже большая греховная деятельность. И отсюда на самом деле у нас проблемы в России. То есть из-за того, что мы духовность гнали, теперь наши и потомки, и наши предки, наши мамы, папы, наши бабушки с дедушками, они страдали. И страна была наказана, и была Вторая мировая война. И жили мы довольно не очень хорошо, и сейчас мы страдаем. Видите, как бы на нас куча санкций, мы по большому счёту, страна не может особо развиваться. То есть развитие есть, но весьма минимальное. Ну и что там говорить относительно, допустим, тех же самых пенсий и так далее. То есть вот это вот и есть последствия грехов наших предков. То есть то, что творили во время революции люди, это были наши с вами, друзья, дорогие предки. Это наши с вами грехи, понимаете? Поэтому мы именно таким образом и живём. Мы платим, отдаём дань тем долгам, которые совершили наши предки, наши прапрапрабабушки, наши прапрапрадедушки, которые разрушали храмы, уничтожали иконы, разрушали монастыри и так далее. Ну и относительно 35 миллионов раз начитывания мантры. Я уже говорил, друзья, то, что я вам говорю, миллион или два или три миллиона раз начитать мантру необходимо, это, конечно же, минимум. На самом деле мантра должна начитываться намного больше. То есть для того, чтобы мантра дала эффект, нужно её читать очень долго. Люди, которые не читали мантру, они не являются практиками. Даже если вы будете слышать, что кто-то начинает заявлять о каких-то более высоких практиках, но при этом он не освоил какую-то более простую практику, или не может поделиться результатами практики, связанные с мантра-югой, то чаще всего такие люди, они, конечно же, пребывают в заблуждениях, и поделиться им по большому счёту нечем. Поэтому действительно, чтобы начитать такое количество мантр, нужно потратить, ну, как минимум лет 5 или 6, а то и больше, потому что у нас же всё-таки есть ещё и работа, да, то есть я приблизительно подсчитывал, где-то за полтора года я начитывал где-то около в пределах полутора-двух с половиной миллионов раз. То есть, ну, с учётом того, что часть мантры начитана была на чётках, часть мантры была мысленно начитана, приблизительно такое количество, находясь на Украине в 2005, 2006, 2007 году, я всё-таки смог начитать. Но, конечно же, я очень много внимания уделял именно джапе-медитации, именно чтению мантры. Но были, собственно, и другие, естественно, практики. Тем не менее, вот такое количество мною я смог осилить. Ну и, конечно же, данная цифра, она в некоторой степени образумит многих духовных мистиков или духовных практиков, которые думали, что духовный путь и духовная практика, они такие лёгкие и простые. Нет, друзья, они не простые и нелёгкие. И этот путь требует такого количества усилий, что я даже не знаю, с чем это можно сравнить. В то же самое время, на самом деле, когда мы всё-таки по нему идём, он не кажется таким-то уж и трудным. Да, это со стороны видеться человеком, который не практиковал никогда, кажется, что «О, это так много, это каждый день надо читать, это я должен буду начитать». Нет, на самом деле не нужно делить жизнь или отделять нашу жизнь от духовной практики. Если вы хотите развиваться и реализовать какие-то внутренние духовные способности, реализовать мистические какие-то откровения, способность осознавать себя в сновидении, не надо делить духовную практику и нашу жизнь. На самом деле, места для духовной практики в нашей жизни предостаточно. Точно так же, как и нашей жизни в духовной практике, также предостаточно места. Нельзя отделить. Знаете, в чём плюс индусов и в чём плюс самой Индии? Там люди не отличают, не отделяют духовную традицию от личной жизни. Нет. Для них это всё одно. Они все вместе с утра, перед тем, как попасть на работу, они заходят в храм на 5-10 минут, совершают поклонение Дандават и отправляются на работу. Точно так же, возвращаясь с работы, они совершают поклонение и идут уже домой. То есть для них это настолько духовная практика стала частью жизни, что это радостно выглядит. Выглядит очень радостно и приятно со стороны. В моём случае, конечно же. Далее зачитываем. Он становится очищенным от греха воровства золота. Мы, кстати, перечитываем именно самую тяжёлую греховную деятельность, то есть убийство Брахмана и кража золота. Почему кража золота, она чревата своими последствиями? Потому что на самом деле золото связано с Солнцем. Золото ценно не потому, что это благородный металл, он очень дорогой и так далее. Это всё глупости. Нет. Когда в наших руках находится золото, в наших руках, соответственно, находится энергия Бога Солнца. То есть или же энергия Солнца, солнечная энергия. И когда она неправедным образом передаётся из рук в руки, эта энергия оскверняется. И таким образом эта энергия человека начинает уничтожать. То есть начинается, условно говоря, обратный отсчёт в жизни человека. Потому что создано греховное деяние, которое нарушило правильное течение солнечной энергии. Что такое Солнце в нашей жизни? Это жизнь. Представьте себе, если не будет Солнца. Планета сразу же остынет, и мы все погибнем. Понимаете? Поэтому Солнцу всегда в традиции индуизма уделялось очень большое внимание. И его почитают, почитают. И небезосновательно, дорогие друзья. Поэтому с Солнцем и с золотом ни в коем случае нельзя играть в какие-то глупые шутки. Нельзя над Солнцем шутить. Его нужно чтить, уважать. И то же самое относится к золоту. Золото нельзя, условно говоря, хоронить. Его нельзя оставлять в каких-то нечистых местах. Ему также нужно уделять очень-очень важное и большое внимание. Но при этом без крайностей. Потому что считается, что, я уже говорил об этом, в Кали-югу, там, где находится золото, будет пребывать демон Кали. То есть нечистый демон, который правит нашей этой эпохой. Поэтому еще раз хотелось бы сказать, что вся банковская система, которая основана на золотовалютных резервах или запасах, естественно, это место, в которых находятся не совсем чистые духи. Ну и кто знаком с самой банковской системой, конечно же, ну, по крайней мере, мне мои друзья так рассказывали, что вся банковская система, скажу вам по секрету, втихушечку, она липовая. Вот, то есть, понимаете, да, конечно же, об этом никто не скажет. И мы не будем этому внимания уделять. Это не наша тема. Мы, по большому счету, не имеем никакого отношения к данной структуре. Но такие знания все-таки есть. Далее читаем. «Он становится очищенным от греха сожительства с женщиной низшей касты». Но данную тему мы уже рассматривали, что когда человек сходится с женщиной из низшей касты, он теряет все духовные знания, все духовные силы, и его предки и его потомки получают осквернение. То есть у них никогда не родятся чистые души. То есть не придут души, которые соответствуют более высокой касте, а придут души, которые соответствуют низшей касте. Эта деятельность является также осквернением, осквернением духовной практики, духовных каких-то качеств, внутренних святых чистых состояний. Дальше. «Он очищается от грехов неправедных дел и поступков в отношении предков, дэвов, божеств и людей». Ну, неправильное отношение, допустим, непочитание предков, когда мы не молимся о предках, это также является греховной деятельностью. То есть мы не отдаём дань уважения им. Точно так же не отдаём дань уважения своим потомкам. То есть не молимся о них. Также стоит учитывать осквернение дэвов или обиды в отношении дэвов. Что это такое? Это причинение вреда божествам. К примеру, какая-то хула, когда есть люди, которые говорят, что ведические учения – это невежество или ещё что-нибудь. Ну или, как у нас было, помните, очень сильные гонения были на христианство. Собственно, и сейчас гонения на христианство в мире очень большие есть. Мы также этой теме не уделяем внимания. Ну и так далее. Относительно людей, но это и понятно, да, то есть когда мы людей обижаем, крадём что-то, сквернословим, хулим их – это всё причинение вреда другим людям. Независимо от того, мы словами наносим им вред или же поступками какими-то своими и так далее. Оставив, отбросив все дхармы, то есть традиционные предписания, он становится освобождённым сразу от всех грехов. Он сразу освобождён от всего рабства сансары. И как раз в этом и заключается тайное знание, секрет этой Упанишады. Так заканчивается Калисантарана Упанишада, принадлежащая Кришна Яджурведе. Хариом Татсат. Ну а теперь я расскажу своё видение, которое также проявилось во время начитывания мантры. И данное видение, оно очень характерно в плане проявления особых мистических способностей, которые даёт сама мантра. Находился я в медитации, начитывал мантру довольно долго, и в какой-то момент я оказался вне физического тела, также продолжая начитывать мантру. И когда я увидел вокруг себя некое пространство, я увидел, ну или я понял, что я нахожусь в нашем параллельном измерении, то есть в мире людей, то есть в том мире, в котором находимся мы все вместе взятые. Это не были какие-то более высокие небеса. Я видел обычные человеческие души, которые парили вокруг меня. Они находились в совершенно бессознательном состоянии. И, к сожалению, дорогие друзья, когда мы находимся в духовном мире, чаще всего люди с духовным зрением выглядят как спящие. Эту тему я также поднимал. Всё дело в том, что когда человек не ведёт духовный образ жизни, его духовное тело выглядит находящимся в состоянии сновидения. Оно может находиться где угодно. Оно может где-то лежать, находиться в теле физическом человека, владельца собственного этого астрального тела, либо находиться вне физического тела. В теле чаще всего в этом случае могут находиться какие-то демонические существа, духи какие-то, или же в традициях христианства их именуют бесами. И вот, находясь в состоянии астрального мира, я увидел именно определённое количество таких вот душ. Я видел их физические тела, я видел их духовные тела. Я понимал, что те люди, которые как бы видятся вокруг меня, они не ведут духовную практику. Скорее всего, это были соседи по дому, по этажу. То есть это люди, которые находятся в моём окружении, и находясь в параллельном измерении, я видел именно эти их души. Я уже не особо обращаю внимание на то, что ведёт духовную практику человек или не ведёт. Я уже настолько свыкся с идеей того, что человек чаще всего не ведёт духовную практику, что меня это уже по большому счёту не особо заботит. Меня интересует, я уже говорил, интересуют именно люди, которые обладают каким-то внутренним духовным потенциалом. Если человек такой есть, конечно же, я стараюсь ему всячески помочь. Даю какие-то советы, какие-то наставления, рекомендации. Чаще всего даже предостережения даю, чтобы человек не спотыкался, теряя время в своей жизни. Но относительно обычных людей, если человеку неинтересны знания, духовные знания, то, конечно же, я не навязываюсь. Это моя позиция. Если человек хочет спотыкаться, и даже есть люди, которые отчасти принадлежат духовной традиции, но при этом в силу гордыни. Сталкивался я с такими людьми ещё 4-5 лет назад. Я понимал прекрасно, что у них очень хороший потенциал, но я понимал также, что у них очень сильная гордыня. И я им пытался донести, что у вас очень хороший потенциал, и вы, в принципе, можете работать с людьми. И что если вы будете вести духовную практику, духовный образ жизни, вы сможете даже вести людей за собой. Но данные люди отказались от духовного развития, от духовного прогресса. И сейчас, даже невзирая на то, что они считают себя духовными практикующими, конечно же, они таковыми не являются. Был у нас один общий знакомый, точнее, знакомая, которая периодически делится информацией, связанной с бывшими друзьями, которые в силу гордыни, конечно же, они решили, что они чего-то стоят. Некоторые из них даже уже делятся знаниями, считают, что они являются великими мастерами, там, вас то или ещё чего-то. Но, конечно же, никакой реализации, никакой силы духовной там нет. Но это я так немножко отвлёкся. То есть, по большому счёту, я стараюсь, конечно же, переводить реальные жизненные истории, которые дают понимание. И я уверен, вы сами чувствуете, что я описываю настоящие жизненные ситуации, которые даже при прослушивании сопровождаются определёнными вибрациями. То есть, мы изначально все понимаем, что да, Вайраги рассказывает правду, он ничего не темнит, возможно, он где-то что-то не договаривает. Но это опять-таки связано с тем, что если я буду рассказывать очень глубокие вещи, вы это не поймёте, а мне это не нужно. То есть, я хочу, чтобы каждый из нас развивался, ну, в силу своих, конечно же, желаний. И опять-таки, я уже говорил, что я никому никогда не навязываю свои знания. Кто хочет, кому интересно, те развиваются и получают знания. Так вот, находясь в духовных мирах, я видел не только человеческие души, человеческие существа, но я видел ещё и возле каждого из них. По всей видимости, Вселенной было именно важно показать именно этот элемент. Но возле каждого из данных душ находились демонические существа. Какие-то были из них более высокие, какие-то были более низкие, ну, в плане своего развития. То есть, у них же тоже существует какая-то эволюция или же градация, иерархия. И некоторые из них более сильными были, некоторые были более слабыми. То есть, у них возле разных людей находились разные демонические существа. И когда они находились возле них, каждое астральное тело находилось под воздействием данных нечистых демонических существ. Было неприятно видеть то, что на самом деле каждый человек, если он не ведёт духовную практику, он является в некоторой степени батарейкой, которая заряжает энергией этих нечистых духов. Термин «продать душу дьяволу», насколько я знаю, существует в магических искусствах. Так вот, на самом деле, под душой подразумевается именно жизненная сила, жизненная энергия, которая позволяет нечистым духам, нечистым демоническим существам проявлять свои возможности в этом материальном мире. По большому счёту, душа изначально божественная, её ни в коем случае невозможно каким-то образом захватить или поймать. Ну, как можно поймать, допустим, Всевышнего, да, то есть на рая? Ну, никак невозможно поймать, потому что совершенная душа и такие души у всех нас. Но энергию захватить можно. Соответственно, наша душа может утратить возможность общаться с этим материальным миром, а нечистые существа или же бесы, или же демонические существа не обретают возможность влиять на этот материальный мир посредством нашей собственной энергии именно таким образом происходит воздействие и когда я смотрел как эти нечистые духи или же демонические существа воздействуют на людей с какой целью они это делают я уже объяснил они исключительно подпитывались в некоторой степени энергетически от таких людей которые не вели духовную практику что самое интересное возле меня тоже стояло такое демоническое существо я вам скажу довольно сильное то есть тех людей которых я видел возле них стояли но простенькие какие-то существа из как я понимаю невысокой иерархии то есть это простые бесы если возле них находились вот такие вот существа то возле меня стоял довольно сильный нечистый дух могу сказать что ну как бы мне стало даже как-то некомфортно но учитывая то что я в этом видении начитывал мантру самое интересное друзья этот нечистый дух он находясь возле меня он изначально ко мне стремился то есть он всячески пытался заполучить возможно какие-то силы какие-то знания какие-то энергии но когда я начитывал мантры находился в астральном теле знаете что со мной произошло он меня перестал видеть и я видел как он рыскал по астральному миру он двигался вперед назад вверх вниз он пытался глазами меня найти он пытался меня руками прочувствовать он пытался меня каким-то образом найдя настроиться на меня то есть использовал все свои магические мистические способности но у него не получалось это произошло из-за того что я просто начитывал мантру другими словами когда мы начитываем мантру мы переходим в духовный мир таким образом что наша карма она утрачивает на нас свое воздействие помните я специально зачитал в данном писании что когда мы начитываем мантру карма или же влияние кали юги на нас прекращается так вот когда действительно читаем мантру влияние кали юги нечистых демонических существ этого нечистого мира этой нечистой эпохи она на нас прекращается то есть те страдания которые мы должны были бы получить в этом материальном мире в этой жизни в этом своем состоянии мы таким образом блокируем просто за счет начитывания мантры все очень просто и в этом на самом деле очень большая подсказка поэтому начитывая мантру мы на самом деле даже еще в этом физическом теле в этом условно говоря духовном теле да мы можем обрывать связи со всеми нечистыми существами независимо от того получили мы эту связь обрели мы эту связь или ее получили наши предки допустим бабушки дедушки в силу каких-то греховных поступков или же греховных деяний либо нам досталось каким-то образом силу проклятия то есть черная магия всевозможные заговоры что там еще существует негативные посылы и так далее все то что люди совершают в отношении друг друга все это просто блокируется или же аннулируется просто за счет начитывания мантры еще раз хочу сказать независимо от того какой традиции вы следуете но единственное что могу сказать не следуйте традиции которые связаны с учением брахмы то есть не надо начитывать мантры самому брахме и или же сарасвати а начитывать старайтесь начитывать мантры связанные с аватарами связанные с с энергиями аватаров, то есть гневные, мирные энергии, или же богини, как они называются в традиции индуизма. И таким образом происходит также блокировка нечистых энергий, и мы таким образом можем, условно говоря, кармически исчезать из этого материального мира, и кармы перестают на нас влиять. В этом один из очень больших плюсов начитывания мантры. Помните, наверное, мы все сталкивались со всевозможными учениями, где даются очень сложные практики, то есть практики кундалини-йоги, которые не все могут делать, даже в силу здоровья, потому что практики кундалини-йоги довольно сложные. Практики йога-нидры, которые в городских условиях тоже не очень просто делать. Крия-йога, которая требует от нас очень большого времени для того, чтобы заниматься эволюцией на пути крия-йоги, потому что также нужно уединяться, также нужно вращать цвета, начитывать мантры, принимать определённое положение тела, выполнять дыхательные практики, то есть всё опять-таки очень сложно. Или же практики связаны с поклонением, когда мы почитаем божеств, почитаем янтры, начитываем какие-то серьёзные гимны и так далее. Так вот, практика джапа-медитации, она универсальна. Джапа-медитацию или же джапу можно выполнять при любых обстоятельствах, во всех жизненных ситуациях, при всех жизненных состояниях, положениях тела и так далее. И так далее, и так далее. То есть, настолько универсальная практика. И хотелось бы сразу сказать, что, друзья мои, не ищите каких-то очень мистических, запредельных каких-то практик, которые якобы являются секретными. Да нет, на самом деле, я скажу по своему опыту, чем проще практика, тем более она эффективна. Так вот, самая простая практика, это всё-таки практика джапа-медитации. Она рекомендуется не только низшим типом людей, то есть категории пашу. Категория пашу – это категория, которой, по сути, принадлежим мы все местизяты. То есть, это уровень животного. Люди, которые совершенно, по большому счёту, не могут постичь интеллектом или же внутренними качествами духовное знание. Им очень тяжело приобщаться к духовным знаниям. И таким людям рекомендуется просто начитывать мантры, поскольку мантра потихонечку, она очень простая и доступная в исполнении, но эта мантра потихоньку очищает ум, очищает судьбу, очищает жизнь, сжигает кармы и так далее. Собственно, всё очень просто, но эту же практику также рекомендуется и другим категориям духовных существ, которые находятся выше категории пашу и так далее. Но относительно мантр, я думаю, на сегодня уже достаточно. Итак, мораль или наставление, основное наставление данного ролика я бы подвёл в качестве итога некой рекомендации. Давайте все вместе начитывать мантры, давайте все вместе эволюционировать, развиваться, давайте становиться невидимыми от кармических недуховных существ, чтобы они нас не донимали, не донимали наших близких, наших родственников, друзей, нашу судьбу и так далее. До новых встреч, друзья!